Сегодня мы уже будем изучать библиотеку Redux Toolkit Или же Redux, если тебе так привычнее И мы уже постепенно переходим к более сложной теме Потому что начиная с этого урока, дальше информация, ну, будет немножко сложноватой Тебе нужно будет к этому готовиться сейчас, потому что дальше мы не будем прям все время делать там CSS Просто обычные компоненты, там U-State Это было в принципе не сложно И далее мы будем уже работать больше с JavaScript'ом Не просто с React'ом, а больше с JavaScript'ом И важное примечание перед тем, как я начну это все рассказывать Понять Redux будет не очень легко Потому что, как я сказал в предыдущих уроках, Redux — это немножко сложноватая тема Я пока не встречал такого джуна, тем более я в том числе, когда был джуном Который бы с первого раза понял бы Redux Если, например, U-State с первого раза можно понять Он не сложный, там просто U-State и все То Redux содержит в тебе комплекс разных решений То есть это не какое-то одно решение То есть это не какая-то одна функция А это множество разных функций И их нужно будет понять и запомнить И для того, чтобы их понять и запомнить, конечно же, нужна практика То есть не работает это таким образом Что, как я, наверное, не знаю, приводил ли пример такой Нет, наверное, приводил Что ты, если хочешь построить дом Ты берешь молоток и хоп, типа дом построился Нет, ты должен практиковаться, пробовать Ты хочешь пойти рисовать картину, там, я не знаю, рисовать пейзажи Ты не можешь взять холст и с первого раза нарисовать идеальную картину Что угодно, там, я не знаю, что-то прям такое вау Нет, ты нарисуешь, я не знаю, по крайней мере, я нарисую кому-нибудь фигню То есть прям отвратительную фигню, которая будет тошнить И тут нужна практика То есть тебе надо понять, а как это работает А как правильно держать, я не знаю, там, карандаш, холст или что-нибудь еще А как правильно рисовать, как правильно делать, я не знаю, там, лица Как правильно делать какой-нибудь пейзаж, ну, не важно То есть как правильно это все делать И чтобы на эти вопросы отвечать Ты должен, скажем так, больше практиковаться, больше пробовать, чем читать Читать очень важно, теория, она важна, то есть она нужна Но если ты хочешь понять реально редакс Принцип должен быть следующим 70% практики, 30% теории в плане редакса То есть ты должен очень много пробовать, экспериментировать А что если напишу вот так? А что если сделаю вот это? А что если сделаю вот таким образом? Экспериментировать, пробовать и там уже делать вывод Ага, тут оказывается вот это работает так А что если вот эти места поменяю наоборот И ставлю тут такое значение, сломается у меня или нет? И вот уже делая вот такие вот выводы Ты поймешь, как примерно работает редакс И, не знаю, будет, наверное, небольшая мотивация, но, тем не менее, это есть правда Я Redux не мог понять с первого раза Ни со второго раза не мог понять И, более того, ни с третьего раза Для того, чтобы мне было понять Redux, мне потребовалось, ну, где-то месяца, наверное, два, я думаю На тот момент было очень мало уроков по React, по Redux, прям очень всё слабо было И есть там один, максимум два автора На английском, может быть, на русском кто-то там что-то объяснял очень криво И на сегодняшний день очень много уроков Очень много уроков, которые ты просто можешь взять, посмотреть и понять Кто, что, как делает по Redux, по React И сегодня, я думаю, порог хождения в Redux, он намного ниже, чем был ранее Наверное, обусловлено это тем, что вот тогда я вот и потратил столько много времени Я думаю, в принципе, если ты сейчас попробуешь дальше смотреть вот этот урок И попытаться повторить за мной Я тебе скажу, когда именно это надо будет делать Уже вот эти скажу Вот сейчас мы пробуем Redux Тебе придётся, ну, приложить максимум усилий Потому что ты должен понять очень сложную тему Вот просто готовься к этому Это не будет что-то очень страшное и невозможное Это возможно Я тебе даже скажу больше Ты на сегодняшний день попал на этот урок И ты уже дошёл до самых сложных тем Ты от HTML, от JavaScript Когда ты раньше даже не знал, что такое Условно, даже U-State Ты не знал, что такое какие-нибудь там, я не знаю, там Tool-over-case Что-нибудь типа, как делать поиск, он-клики А ты уже находишься на этом уроке Это уже показатель того, что ты уже двигаешься в правильном направлении Но готовься к тому, что сейчас ты встретил босса Ну, скажем, одного из боссов Как в Elder Scroll И тебе его нужно будет победить И мы этим будем заниматься в этом уроке Хорошо, хватит теории, хватит болтовни Переходим к нашему реакту Итак, что у нас? У нас наше охренительное приложение Которое работает просто вот, просто, ну, лучше оно не может Ну, ладно, может работать лучше, но не настолько хорошо, как сейчас Потому что у нас макапель Ну, работать все прикольно, да То есть у нас прям есть полноценное приложение Мы его даже можем работодателю показать Мы можем показать его там друзьям, кому угодно Тут прям поиски есть, все красивенько Но этого недостаточно Как именно со стороны визуальной составляющей У нас приложение готово То есть у нас, в принципе, вот есть все Но у нас приложение пока оно готово, скажем так Ну, просто показать Но оно не сделано грамотно То есть если мы этот код будем сейчас показывать Более опытному разработчику Он скажет, ну, неплохо Неплохо он скажет А почему у тебя нет тут редакса? Почему у тебя нет тут стоит менеджера? Он скажет Ну, возможно, можно сказать И если ты докажешь работодателю, что ты знаешь редакс Покажешь То это будет большим плюсом И мы это сейчас будем делать Итак, что нам сейчас предстоит понять? Нам, наверное, предстоит понять Перед тем, как изучить редакс Перейти к этому примеру Давай я увеличу немножко код Вот так вот Пока тебе ничего не понятно Давай я тебе объясню, что я вообще тут сделал Тут важное примечание Что когда ты изучаешь любую технологию Не важно, будет ли это фронт-энд Будет ли это бэк-энд Будет ли это мобильный разработчик Что угодно Не важно Сначала ты должен понять Какую проблему решает эта технология Первое Это у тебя, во-первых, должна быть мотивация Для того, чтобы это понять Во-вторых, ты должен понять Какую проблему решает эта технология У нас есть мотивация У нас мотивация такая Чтобы понять сложную и важную технологию Для того, чтобы нас взяли на работу У нас есть, вот она мотивация Далее нам нужно понять А какую проблему решает эта технология На сегодняшний день мы знаем Что есть U-State Да, вот он И вот он Храни данные Давайте вскроем, чтобы не мешало нам Вот, храни данные Все супер То есть мы, по сути, можем, используя U-State На сегодняшний день Используя U-State Сделать полноценное приложение Вот мы его сделали Вот мы с помощью контекста Видишь И вот с помощью вот Всего вот этого Реализовали С U-State И контекстом Наше приложение И у нас Вот он спокойно может пойти На показ Типа работодателю Ну или кому-то Друзьям Не важно кому Но Не так все просто Если же мы делали бы Полноценное Прям огромное приложение Если бы оно было бы С 4-х, 5-ти, 10-ти страниц С разными большими компонентами Сложной логикой То тогда делать на контексте Была бы очень плохая идея Например, возьмем Эльдорадо Я всегда примерно его привожу Для показа того, чтобы объяснить какой-то момент Вот у нас Эльдорадо, да? Или любой другой сайт Можно там ВКонтакте взять Что угодно Вот компонент 1 Вот другой компонент Вот третий компонент Вот четвертый компонент Видишь, тут есть еще авторизация и корзина Тут есть еще поиск Есть еще В каком месте ты находишься Там менюшки и так далее И все эти компоненты Вот эти вот все компоненты Они как-то завязаны друг на друге По крайней мере Вот этот компонент Вот этот компонент Он завязан корзина И вот этот вот завязан друг на друге По крайней мере Хотя это два разных компонента То есть вот этот вот отдельный компонент Вот этот вот А вот этот вот тоже отдельный компонент Это модальное окно Но они завязаны друг на друге Потому что мы не можем, например Не знаю, там Скупить какой-то продукт И так, чтобы он просто у нас в корзине остался в нашем профиле Нам нужно зарегистрироваться, авторизоваться И потом в корзине, в нашем профиле, именно в нашем профиле Будет в определенной корзине там какой-то товар И они завязаны как-то И тут есть еще там другие какие-нибудь компоненты, которые зависят от того Авторизован ты, видишь, например Ну, тут можно добавлять закладки, но есть сайты, где, типа, ты не можешь добавлять закладки до тех пор Пока ты не авторизуешься, да, вот есть такое тоже И вот такие вот вещи, вот такой вот большой сайт Его не делают на контексте Это важное примечание То есть вот такие вот большие какие-то приложения, какой-то большой функционал Его делают на каком-нибудь State Manager Что такое State Manager? Это может быть Redux То есть вот Это может быть библиотека MobX То есть замена Redux, альтернатива Redux Есть MobX Есть какие-то еще там Очень много разных State Manager Неважно, какие даже Их очень много Но самых два популярных Это Redux Redux Toolkit, Redux Или же MobX Вот это два самых-самых популярных И чаще всего используемых Ну, вот сейчас в последнее время все переходят на Redux Toolkit И вот, например, вот это вот решение Или вот это решение Они помогают создавать глобальное хранилище данных То есть хранилище данных Или типа базу данных для фронт-энда, грубо говоря И мы будем использовать Redux Toolkit Вот такая история И как я сказал Делать сайт полностью на контексте неправильно Обычно берут Redux И где-нибудь, я не знаю там Ну, я конечно же не так, как я сейчас покажу Но все равно там Где-нибудь там в памяти приложение создается хранилище И оно уже говорит Вот тут вот одни данные Вот тут там вторые данные Вот тут третьи данные Тут там четвертые данные Где-нибудь тут Ну и так далее То есть отсюда уже будут все данные переходить в разные компоненты Очень похоже на контекст Очень похоже на контекст Но это немножко другая вещь Redux Немножко другая вещь Даже множко я бы сказал Итак, давай покажу пример Вот у нас есть контекст И для того, чтобы объяснить Почему Redux круче Почему Redux надо использовать А не контекст Для больших приложений Отмечу очень важное примечание Для больших приложений Для маленьких контекст идеально подойдет Там можно не делать Redux Если хочешь, делай Но это не обязательно Для больших приложений Лучше делать Redux И мы будем в этом уроке проверять Почему, например, контекст Немножко хуже, чем Redux В плане оптимизации перерисовок То есть мы сегодня поймем Нам надо понять же причину Почему мы должны Redux использовать Но мы должны понять Почему контекст не может быть заменой Redux Вот этот момент нам надо понять И давай покажу пример Вот у меня есть три состояния Это очень простое приложение Три состояния в компоненте App State A, State B, State C Ну это просто вот счетчики Вот я увеличиваю Видишь? И у каждого состояния свое значение То есть они не зависят друг от друга Это три разных счетчика Далее Я создаю контекст Очень простой контекст И внутри него WebContext Я передаю все мои данные Которые у меня будут тут храниться State A Set State A То есть сам state И функция, которая будет менять state Ну и так везде То есть везде Я только сказал Подожди А, все нормально Ну и вот Я сказал Что вот эти три компонента Они будут знать О моем контексте И в этом контексте Будут храниться все методы Вот таким вот образом Теперь я могу Уже в этом компоненте Давай вот так вот Открою все компоненты В этом компоненте Компонент A Компонент B Компонент C Видишь? Они одинаковые Ну единственное Что у них разное Название Компонент A State A Set State A То же самое Компонент B State B Set State B Ну и так далее То есть вот То же самое Просто вот у них Буквы разные Ну по сути Представим Что это три разных компонента Ну это кто-то Одна может быть Компонент погоды Другой может быть Компонент часов Третий может быть Компонент Я не знаю Там менюшки Ну условно Это так просто Чтобы было понятно И мы сейчас Благодаря контексту Можем теперь Из любого этого компонента Вытащить State A И set State A Если хотим Мы сейчас можем Тут вытащить State B И set State B Вообще спокойно Ну типа Можно вот так сделать Сейчас State B И тут сделать вот так Смотри Теперь я вот увеличиваю Меняется State A Но если увеличиваю Вот Видишь То есть я могу Теперь в этом компоненте Использовать Все что Я передал сюда Хорошо Это понятно Идем назад Возвращаемся Вот сюда Окей Ну в принципе Вроде бы понятно Да Ну смотри Больше тут ничего нет Очень простое приложение Никакой больше логики Тут нет И Что я хочу показать Что именно я пытаюсь Показать Чтобы ты понял Почему Понял Понял Почему Контекст Немного хуже Не сказать что хуже Но Немного хуже Чем Redux И Давай покажу Смотри Я очищаю Консоль И показываю тебе кое-что Видишь Я сделал везде Консоль лог То есть Я сказал что Компонент А Делает перерисовку Ну рендерится Компонент Б Рендерится Компонент С Рендерится И давай сделаем Первый рендер Мы видим Что вот У нас компонент А Компонент Б И компонент С Отрендерились Ну первый рендер сделали Теперь давай подумаем Логически Если я хочу Поменять Вот этот счетчик Давай Задам тебе вопрос Ты уже наверное По интонации Будешь понимать Что есть подвох Но тем не менее Если я Поменяю Вот этот счетчик Как ты думаешь Будет ли тут Перерисовка Вот этот компонент Будет ли делать Перерисовку Типа такой Оп Типа Значит что-то поменялось Я тоже перерисую Даже если поменялся Вот этот счетчик Или например Будет ли вот это Понимать что Сейчас произошла Перерисовка Ну что-то Изменилось И мне нужно Перерисоваться И Давай посмотрим сюда Я тебе кое-что Сейчас напомню Что мы следим Помнишь Как я объяснял В прошлом уроке Мы следим Что если Hook UseContext Определил Что AppContext Меняется То есть Если его Value Меняется То мы Перерисовываем Наш компонент Да То есть Если тут что-то изменилось Наш компонент Сделает перерисовку То есть Если я возьму Обновлю Вот так вот Обновлю счетчик То Ну Логично Что SetStateA Поменяется Да И Что произойдет С контекстом Он такой Ага StateA Изменился Он ведет сюда Уже число 1 То есть Тут будет вот так Типа число 1 И Потом я сделаю Еще раз увеличение Еще раз увеличение И так далее И Важный момент Если Показать Консоль Если я увеличу счетчик По идее Логически Перерисовываться Компонент Вот этот вот И вот этот Не должны были Компонента Если я изменю B и C Не должны перерисоваться Если логически Рассудить Ну давай проверим У меня меняется Хорошо с точки зрения Бест практиц Типа С точки зрения Типа Лучших практик Именно написание Кода И вот Допускать того Чтобы вот Чужие компоненты Ну другие компоненты Делали Перерисовку Если даже у них Ничего не поменялось Это не есть Хорошо И это надо нам Пофиксить Теперь давай Посмотрим в эти Компоненты Почему это происходит Это происходит Потому Что мы следим В каждом компоненте За изменением Контекста Из-за того Что меняется State A Вот этот объект Тоже Пересоздается Да Потому что State A изменился Это уже новый объект В нем уже Новое значение И контекст Говорит Ага То есть У меня появилось Новое значение Тогда все Компоненты Которые следят Которые используют UseContext И привязаны К моему Value То есть Получается Раз Два Три Они сделают Перерисовку И если я изменю Мой Вот State State A Этот и этот Компонент Потому что Они следят За изменением Контекста Перерисуются Это есть Плохо Понятно Вроде бы Да Теперь переходим К редакцию Плавно Переходим К редакцию Тут Я пока Не буду Объяснить Код То есть Я не буду Даваться Подробности Того Что такое Redux Ну пока Теперь просто Приведу пример Вот то же самое Приложение Я написал Но сделал Его с помощью Redux И заметь В WebJS Столько кода А в версии В версии Редакция Смотри Сколько кода И Давай теперь Перейдем В компоненты А Компонент Б И компонент С Давай сравним Компонент А Вот этот Вот Давай Такую Меньшую Сравним Компонент А Из Контекст Версии Вот это Версия Контекста Это Версия Редакция И смотрим Сюда Смотрим Сюда Мы видим Что я тут Юзаю UseContext Тут я такого Не делаю Видишь Тут такого Нет UseContext Тут есть Что-то другое Типа UseSelector Какой-то UseDispatch Какой-то Непонятно Что И далее Я просто Делаю Dispatch Какую-то Функцию Вызываю В нее Передаю Какую-то Другую Функцию Ну ладно Это нам Сейчас Не очень Пока Нужно Знать Давай Теперь проверим Консоль Проверим Консоль Перезагружаем Наше приложение Вот у нас Отрендерились Три компонента Смотри Вот Теперь я вот Делаю Очистку И давай Проверим В примере Где Я использую Redux То есть Видишь У меня есть Папка Store Тут хранится Логика Redux Вот тут Она хранится Видишь Store Там Redux Вот это Все хранится И давай Мы попробуем Сейчас Компоненты Которые Следят За нашим Redux И в них Смотри Есть Тай Ёпрест В них Есть Логика Видишь Ну Что-то Конечно Побольше Кода Но Тут есть Счетчик Ноль Видишь Счетчик Ноль Счетчик Ноль И вот Он увеличивается На плюс Один При каждом Нажатии И давай Сейчас Попробуем Посмотреть Сколько У нас Будет Перерисовок Мы Вот тут Используем Уже Redux Я Увеличиваю Счетчик Первый У меня Делает Перерисовку Первый Счетчик Я Увеличиваю Счетчик С Делает Перерисовку Счетчик С Блин Теперь Переходим В наше Приложение Которое На контексте Я Увеличиваю Счетчик А Делает Перерисовку Все Компоненты Причем По два Раза Я Увеличиваю Счетчик С Снова Делает Все Компоненты Перерисовку Ну Кстати По два Раза Не делать Потому что Вот это Вот Включено Вот так Теперь Они Не будут По два Раза Делать Вот Я Увеличиваю Счетчик А Вот Три Компонента Перерисовались Хотя Только Один Изменился Хоп Все три А тут смотри Тут раз Два Три То есть именно то, что я решил изменить То и делает перерисовку Это помогает нам сделать редакс Вместе с реактом То есть тут принцип такой Что редакс еще Кроме того, как тебе отдавать данные Еще беспокоится о том Нужно ли в каком-то компоненте Который следит за изменением Хранилища Смотри, вот эта вот штука Она очень похожа на useContext Она тебе вернет Какое-то состояние Из своего хранилища То есть это тоже слушатель хранилища Ну как в контексте Типа useContext И вот эта вот функция И вот эти вот три функции Они проверяют, нужно ли Этот или вот этот компонент Перерисовать И вот если я меняю компонент А Вот эти вот два компонента Которые слушают изменения Своего хранилища Они не делают перерисовку Потому что они проверяют Что в компоненте стоит c Его значение И в b не изменилось Оно поменялось только вот тут Только в этом месте И вот таким вот образом Благодаря редаксу Мы теперь создали более масштабируемое решение И более правильное решение И в плане оптимизации И в плане написания кода Потому что В случае с контекстом То есть вот это вот у нас уже идет контекст Вот это вот берем Идем вот сюда В случае с контекстом Контекст в принципе Как решение неплохое Но В плане масштабируемости Это не самое лучшее решение Если на сегодняшний день У тебя будет только один контекст То представь ситуацию Что ты делаешь вот такой сайт И тебе нужно сделать Контекст на Именно авторизацию Контекст сделать там Условно на все категории Которые будут храниться Они с бэкэн доберутся Там тебе нужно будет сделать Контекст на список продуктов Контекст на категории И до хрена контекстов Очень много И у тебя Приложение будет Прямо вот представь У тебя вот Типа вот такого будет Типа вот такого вот И причем еще Вложенности контекста Будет очень-очень много И это не есть хорошо И это сложно Очень сложно масштабировать И поддерживать причем Потому что Если ты где-то в контексте Что-то сломаешь Или где-то ты не делаешь Проверку Нужно ли делать перерисовку Или не нужно У тебя приложение может тормозить Понимаешь? И тебе кроме того, что сам контекст нужно поддерживать, тебе еще нужно писать костыли, тебе еще нужно писать велосипеды, которые будут проверять, нужно ли делать перерисовку, не нужно ли делать перерисовку. И вот такие моменты есть у контекста. И он хорош чисто для каких-то небольших вещей. Если ты делаешь что-то прям такое крупное, что-то такое масштабируемое, какое-то решение, приложение, то в этом случае используй Redux. В этом случае используй Redux. Хорошо, надеюсь, понятно. Давай я для себя сейчас переименую. Context.example Сделаем его так. Это я назову React Redux.example, чтобы я потом знал. Это я сохраню. Да еб, красота, сохранись. Это закрою тоже. Окей, надеюсь, понятно. Дальше у нас тоже будет теория. Потому что мне нужно тебе попытаться всю вот эту вот информацию, я сейчас пытаюсь всю эту информацию как-то поместить в твою голову таким образом, чтобы ты попытался это понять. Потому что много чего еще тебе предстоит изучить. Просто вот попытайся это все понять и потом пересматривать еще раз. С первого раза, как я сказал, ты не сможешь это все понять. Я, по крайней мере, не смог. Идем мы далее. Ну, просто самое главное пойми, что Redux круче контекста, если тебе нужно делать большое приложение. И если тебе нужно, чтобы компоненты не делали перерисовку, вот такие моменты, если тебе нужны. И если у тебя еще много данных хранятся в твоем приложении, тогда используй Redux. Если у тебя мало данных и тебе плевать на перерисовки. Ну, ничего страшного, если прям перерисуется компонент. Просто нужно об этом тоже беспокоиться, конечно. Есть моменты, когда это страшно. Есть такие моменты, когда, например, ты делаешь очень много отображения каких-то данных. То тогда нужно беспокоиться о том, перерисуется же там другой компонент или нет. Об этом нужно беспокоиться, с одной стороны. Но если у тебя небольшое приложение, и там происходят вот эти вот перерисовки, ну, как у нас вот, типа трещотчика. Наше приложение тормозить не будет, оно маленькое Но если это будет крупное приложение, тогда нужно беспокоиться о перерисовках Это очень важно И вот так вот, если у тебя много данных, нужно беспокоиться о перерисовках И тебе нужно что-то масштабируемое, используй Redux У тебя большое приложение, тогда используй Redux Если у тебя маленькое приложение, там условно список задач Какой-нибудь маленький интернет-магазин, вот как мы сейчас делаем Простенький какой-то проект, не очень большой То можно в принципе использовать контекст Или если хочешь, используй там Redux Вот так, то есть там уже или контекст, или Redux Если большое приложение, только используй Redux Там уже типа поймешь, постепенно ты сам разберешься с тем, что тебе лучше Хорошо, этот момент я надеюсь понятен Теперь давай посмотрим на презентацию Я ее делал для своего менторства У меня есть менторство, где я рассказываю о том Как, типа, понять Redux, что там происходит и так далее И вот в блоке у меня по Redux Я рассказываю типа, что такое Redux, зачем он нужен И вот тут я привожу пример касательно контекста Вот, который я тебе показывал Тут я его провожу типа в виде статьи И потом еще там урок есть В виде там, ну, видоса И тут я показываю, что если мы используем просто контекст То на наш один контекст навешиваются три компонента Четыре, ну, четыре компонента И если же, я вот говорю, меняется Там, добавляется комментарий какой-то И вот у нас получается это погода Это у нас там список чего-то, продуктов Это у нас там комментарии А это, я не знаю, там, ну, пусть будет время И если у нас меняются комментарии Которые вот должны быть только тут То перерисовку сделают все четыре компонента Если использовать Redux И вот тут я рассказываю, типа, вот Про то, что, вот видишь, один контекст Может быть на юзера контекст На модальные окна контекст И таких может быть цепочек очень-очень-очень много Это выглядит, поверь мне Я работал в проекте, где Программист отказался от Redux Типа, нет, я буду использовать только контекст Я не буду использовать Redux И такую жесть сделал Ужас, просто ужас Приложение тормозило Оно было большим, оно еще тормозило В нем было дохрена контекстов И это вообще никак не поддерживалось Никак не масштабировалось И он еще велосипед написал на это На то, чтобы, типа, проверка была на то Нужно ли перерисовывать компонент Не, ну, короче, жесть, жесть И в таких ситуациях, в больших проектах Лучше юзать Redux И вот, далее Типа, вот у меня есть еще там пример Того, что такое, типа, контекст Я тут рассказываю, привожу пример и так далее Мы сейчас это все будем вместе изучать Хорошо, ну, это идет из вот этого же примера По моему менторству То есть тут я вот Это вот презентация, вот эта вот Это из уже готового моего менторства Там это все уже есть И тут я просто решил показать уже готовую презентацию Чтобы мне ее не пилить для этого курса Хорошо Надеюсь, понятно сейчас все, что я там объяснил Теперь, если хочешь, можешь взять паузу Отдохнуть Там, не знаю, 30-40 минут там И снова прийти сюда Потому что сейчас тебе предстоит изучить новую тему То есть, как я сказал ранее Сейчас, я тебе, я тебе сказал тогда Вот сейчас мы будем изучать Redux Вот, наступил этот момент Сейчас мы будем изучать Redux И готовься к тому, что сейчас будет не очень легко И не очень понятно По-другому никак, к сожалению Но попытайся понять Я надеюсь, что я тебе смогу все это объяснить Более-менее нормальным языком Но какие-то моменты, если тебе не будут понятны Потом еще раз пересмотри Там, я не знаю, что-нибудь почитай там И что-нибудь еще посмотри И вот таким образом ты поймешь Redux Хорошо Все Надеюсь, ты, я не знаю, там взял паузу Нет, не важно, мне плевать Мы переходим к Redux Что мы делаем? Первый вопрос Зачем нужен Redux? Давай, вместо того, чтобы тебе много чего рассказывать без примеров Я тебе попытаюсь показать это на картинках Потому что есть люди, которым достаточно что-то объяснить без визуальной составляющей Просто без примеров визуальных И они поймут Я из тех типов людей, которым нужно показать и параллельно объяснять Наверное, так много таких тоже людей есть Но есть такие люди, которые, типа, могут, несмотря вот на примеры какие-то, несмотря на картинки Там, типа, ты просто им объяснил, они такие Окей, я понял Есть такие тоже люди Вот, мы будем, наверное, из вот этих людей И вот для вас я сейчас буду, и в том числе, как и для себя Я буду показывать пример на картинках Хорошо Представим ситуацию У нас есть приложение, которое хранит в себе список записей Комментарии Он уже не может делать авторизацию Главное Вот такая вот она А вот страница профиля В странице профиля есть компонент В котором хранится компонент профиль И внутри него дочерние компоненты Это у нас TextField Называется такой компонент Ну, я его так решил назвать И в этом компоненте В этом компоненте профиль Вот три компонента TextField И, в принципе, ничего сложного Ну, то есть, это очень простой сайт Но представь, что это, типа, блог И есть блог с статьями, комментариями И в каждом блоге Ты можешь, ну, или на любом сайте Типа блог Есть возможность редактировать свой профиль На любом сайте Отдельная страница для редактирования профиля Вот она Какая ситуация? Мне нужно сделать так Что когда я буду в input с именем Вводить новое имя То есть, если я буду вводить сюда Да, вот, где у нас текст Вводить сюда Чуть побольше сделаем Василий То мне надо И потом я буду нажимать на кнопочку сохранить Тут, типа, может быть, кнопочка сохранить И если я нажму на нее То имя Василий Имя Василий Должно сохраниться вот отсюда Вот, видишь, в Асе Я потом пишу Василий Оно должно автоматически Сохраниться и в компоненте header То есть, оно из этого компонента Передается сюда И ты уже, наверное, думаешь Ага, я бы это сделал через контекст То есть, я бы сделал так, чтобы был бы Один контекст Который у нас вот был бы где-нибудь Я не знаю, там, навешанное это все И если бы я в AppJoy Менял бы имя Василий То, типа, в двух местах Дебильная программа для скриншотеров Джокси Чтоб ты сдох Почему она каждый раз лагает Вот Снова Когда я буду менять что-то в контексте Тут И тут будут происходить изменения, да? То есть, контекст такой позволяет делать Хорошо Теперь мы идем далее Идем мы далее Чем тут поможет Redux Понятное дело, что задача нам ясна Но Чем тут поможет Redux? Поможет Чем тут поможет Redux? Чем тут поможет Redux? Redux У нас будет хранить одно состояние Точнее, ну, типа, глобальное состояние И еще его называют хранилищем Еще его в грубой форме называют базой данных Но правильно его называют хранилищем данных И представим, что вот у нас задача, да? Нам нужно вот отсюда вот данные перекинуть вот сюда И если бы это был бы Redux Мы бы, как и в контексте Да, мы бы, как и в контексте Делали бы один state Но у нас будет уже не U state У нас будет там своя логика Redux И мы теперь говорим Компонент TextField Если ты меняешься Что-то у тебя меняется То ты передавай данные не напрямую вот сюда И меняй их тут А передай их вот сюда вот Отсюда они уже пойдут вот сюда То есть вот таким вот образом Мы должны сделать в Redux И происходит следующая история Я говорю Василий, твои данные из TextField Ну, типа, TextField Твои данные, вот это Василий Они должны не сюда пойти Они сначала должны пойти в главный отдел Давай, чтобы не рассказывать про программирование Представим, что, типа, условно Я не знаю, там Нам нужно поменять имя в паспорте Условно И нам нужно для этого идти, там, в ЗАГС Наверное, по-моему, в ЗАГС нужно идти для того, чтобы менять имя Или куда-нибудь еще, неважно, там, паспортный отдел Пусть будет паспортный отдел По-моему, в ЗАГС тоже нужно, если не ошибаюсь Не знаю, может быть, может быть, нужна Я помню, что такое было Пойдем паспортный отдел Пусть это будет паспортный отдел Мы говорим Нам нужно сегодня Хотя, в принципе, Вася, Василий Один и тот же хрен Но давай просто представим, что вот Это два разных имени Нам нужно сказать Паспортный отдел Мы сегодня в Васе Но хотим быть Василием И для того, чтобы сделать это действие Мы же не можем сейчас взять и в нашем паспорте Напрямую поменять имя То есть мы не можем взять, карандашом ручкой взять И, там, изменить наше имя То есть поменять его на Василий Это неправильно Такое делать нельзя И для того, чтобы вот такую историю не допускать Потому что в реакте, в редакте Типа, когда ты используешь вместе Это не есть хорошо И вообще, в принципе, в нашей жизни Ну, недопустимо, чтобы ты сам взял себе Поменял имя И сказал, вот я теперь Василий Или я не знаю, там, Иван Или кто-нибудь Акакий И ты для того, чтобы во всех других документах Во всех других подразделениях Там, неважно, там, в каком месте это будет Ну, в государственных подразделениях Там, я не знаю, там, на своих государственных каких-то сайтах Или где-нибудь в профилях и так далее Где вот данные о тебе, они синхронизируются Для того, чтобы вот эта вот история произошла И везде теперь был Василий, а не Вася Ты должен пойти в паспортный отдел И ты должен сказать Паспортный отдел Я хочу То есть, ты делаешь команду Ты идешь и говоришь Я хочу Поменять имя На Василий И ты Отдаешь команду Да, по сути, это команда То есть, ты говоришь какое-то действие Я хочу поменять имя И для этого ты идешь в паспортный отдел И говоришь Я хочу поменять имя Далее Паспортный отдел Говорит Окей Хорошо То есть, ты теперь будешь Василием Нам для этого нужно время Ну, как бы паспортный отдел Говорит И мы тебе поменяем это имя везде Во всех базах данных наших Где нам нужно Во всех приложениях наших Во всех компонентах наших И так далее Мы теперь скажем, что ты Василий И для этого мы идем сюда То есть, мы же не можем, как я сказал Пойти в каждое подразделение В каждую часть И сказать Поменяйте, 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 поменяйте Для этого мы идем в одно место И вот отсюда уже Везде будет происходить изменение То есть, во всех местах Мы теперь будем Василием И мы для этого говорим Поменяй нам имя на Василий Далее Паспортный отдел Ну, то есть, наше хранилище редакса Узнает о новых данных То есть, происходит какое-то действие Что вот, хоп Типа, пришло действие Я хочу поменять имя на Василий Это действие нас оповестило Да, типа, новые данные Пришли хранилище Такого, окей Типа, мне пришли новые данные И везде Вот везде Где другие компоненты Следят за этим именем новым Они сделают перерисовку Помнишь, как я показывал тебе тот пример Где Когда я менял один счетчик В случае с контекстом Все компоненты делали перерисовку А редакс Когда показывал пример Делал только один компонент перерисовку И мы теперь говорим Компоненты Которые следят за названием То есть И как паспортный стол Паспортный стол говорит Чуваки, которые следят за вот этим вот человеком Который у вас есть в базе И информация о том, что он Вася Недавно он нам сказал Что он теперь хочет быть Василием Памиле Иваном И все места в другие отделы Там, не важно Пенсионные фонды Не важно какие Все они Меняют Вася На Василий Понимаешь То есть у них У всех обновляется информация И вот паспортный отдел Наше глобальное хранилище Редаксовское Оповещает об этом Все компоненты Которые слушают Что имя Василий Изменился Вот Всем передается информация Но при этом Сюда она не идет Ну потому что мы уже тут поменяли Мы сказали Измени И уже везде Данные будут меняться То есть вот таким образом Это работает Ну и получается Данные изменились Тут у нас Происходит изменение Красненькое говорит о том Что сейчас изменение произошло И далее У нас теперь не Вася А Василий Надеюсь понятно То есть у нас есть Глобальное хранилище И Чтобы тебе был еще один пример Когда я создавал Условно говоря Типа Что у меня было там Какой-то чат у меня был Или там Плеер какой-то был Видеоплеер И мне нужно было сделать так Чтобы у меня приложение Состояло из двух страниц Из страницы Списка Видеозаписей И страница Редактирования профиля И если у тебя Несколько страниц разных То делать Один New State Ну сложно Ты не можешь его сделать На разной странице Это сложно Это очень костыльно И для того чтобы Если у тебя приложение Состоит из Несколько разных страниц Для того чтобы Эти страницы Разные компоненты Они знали О каких-то общих данных То для этого Создается Редакция Редакция Там типа И прочие вещи Тут два момента Да Можно И нет Нельзя Я тебе уже рассказал Почему можно И почему нельзя Но повторю еще раз Если у тебя Крупное приложение Одним New State Ну Hook New State Множество там Данных Создавать И использовать Контекст Это не есть Хорошо Это Ну не очень хорошо Может потом Привести К тому что Твое приложение Может Неправильно Работать Может Костыльно Работать Может В плане Производительности Плохо Работать Может быть Так что Оно не будет Масштабироваться И в таких Ситуациях Если Твое приложение Крупное То Юзать Чисто Контекст И New State Не есть Хорошо И с другой Стороны Можно Если у тебя Приложение Маленькое Тогда ты Спокойно Можешь Использовать Use Контекст И New State Тут и да И нет Зависит от Задачи Тут нет Такого Что Не Юзай Контекст Не Юзай Или Не Юзай Редакс То есть Одно Правило Нет Такого Есть Задача И Вот Под Задачу Ты Уже Делаешь Что То Хорошо Но Тут Вопрос Но Ведь Есть Ж Юз Контекст Зачем Мне Редакс Если Есть Юз Контекст Я Могу Все Равно Ты Сопротивляешься Нет Я Хочу Чтобы У Меня Был Только Типа Юз Контекст И Мне Не Нужен Редакс И Вот Пример Вот Пример Представь Ситуацию Что Мы Делаем Очень 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 Простое Приложение Которое Будет Просто Менять Тему Что За Тему Ну Типа Красная Ну Типа Черную Белую Тему При Нашего Приложения И Вот У Нас Обычно Юз Стоит Маленькое 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 Приложение Вот Ничего Сложного Вот Функция Которая Будет Переключать С Белой Тему На Черную Тему Ну Типа Что за тема Будет Белая Или Темная И вот Homepage Ничего Сложного Да То есть Очень Все просто Но Что если У нас Окажется Что нужно Добавить Еще один State То есть Нужно Добавить State Не только Темы State О записи State О профиле State Нужно Добавить О том Что Комментарии И у нас Смотри Количество Функций Веб Джейсе Растет Количество Стейтов Тоже Растет Их Смотри Еще Больше Становится Нам Еще Новые Данные Добавлять Еще Новые Данные Данные Добавлять И у нас Плюс Ко всему Видишь Value Тоже Увеличивается То есть Он Начинает Все Больше И Больше И Больше Возрастать И просто Ужасно Будет Когда у тебя Будет Огромное Количество State В твоем Компоненте И Вот это Все Если тебе Нужно Будет Поддерживать Как Это Все В этом Контексте Это Будет Прям Жесть И Вот Для Этого Нужен Redux Redux Работает С помощью Контекста Вот Это Один Скажу Для Этого Нужен Redux Чтобы Вот Такие Вот Вещи Не Делать То Есть Он Разделяет Твой Код Таким Образом Чтобы Тебе Данные О том Что Нужно Изменить State Данные О Самом State Я Не Знаю Какую Другую Информацию Запрет Или Разрешение Перерисовок При Необходимости И так Далее Он Будет У себя Это Отдельно Хранить И Мы Будем Просто Использовать Его Функции И Тут Важный Момент Перед тем Как я Закончу Важный Момент Потому Что Сейчас Презентация Заканчивается Тут Важный Момент Такой Что Redux По Сути Это Просто Типа Факт Это Типа Факт Дня Просто Зная Об Этому Но Это Тебе Пока Не Нужно Ну Типа Использовать Просто Знай Что Redux В React Работает Через Контекст Мы По сути Можем Свой Контекст Создать И свой Стей Делать Но По Факту Внутри Библиотеки React Redux Есть Отдельный Библиотек React Redux Которая Сомещает Эти Две Библиотеки Используется Контекст Потому Что В React По Другому Нельзя Прокидывать Данные Типа Ну Типа Прямиком В Компонент Какой-то Для Этого Используется Redux Ой Контекст И Библиотека Redux Вместе С React Обязана Использовать Контекст Внутри Своей Логики Ну Это Типа Просто Знай О том Что Вот Такой Вот Есть Если Вдруг Тебя Кто-то Скажет Что Типа Redux Отдельной Жизнью Живет Нет Redux Если Работать С React То Он Должен Использовать Контекст Внутри Своей Логики Хорошо Ну И Гог Практики В принципе Это Можем Все Закрывать Вот Я Могу Показать Пример Это Можем Все Закрывать И Давай Переходить Постепенно К Нашей Практике Смотри Какой Момент Мы Теперь Должны Понять Давай Это Закроем Мы Теперь Должны Понять Что Нам Нужно Делать С Нашим Приложением Нам Нужно Наверное Давай Попробуем Сделать В этом Уроке Чтобы У нас Фильтрация Она Хранилась В редакции Вот Это Все Чтобы Хранилась В редакции Что Мы Будем Делать Для Этого Мы Перейдем В Официальную Документацию Redux Toolkit Нажимаем На Get Старт Ссылочка Ну Типа Чтобы Найти Ссылку На Redux Toolkit Просто Пишем В гугле Redux Toolkit Заходим И тут Много 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 Разной Информации То есть Что-то Тебя Даже Можешь Запутать Я Тебе Скажу Честно Нам Нужно Перейти Вот сюда Quick Start Типа Быстрый Start Хорошо Что Мы Делаем Дальше Кстати Тут Есть На Русском Зак Интересно Если React Документация Есть На Русском Можно Ли Ее Сделать Тут По-моему Нельзя Менять Язык Нельзя Ничего Страшного Идем Quick Start Быстрый Старт И мы Теперь Будем Изучать Библиотеку Redux Toolkit Это Сегодня Самая Популярная Библиотека В React Ну При Разработке React Приложения Для Того Чтобы Создавать Глобальное Хранилище Это Самая Популярная Сегодня Библиотека И Самая Будем Использовать Ее В Ней Хранится Очень Много Разного Кода Очень Много Разных Библиотек То есть В ней Знаешь Как Это Не Одна Целая Библиотека Эта Библиотека Состоит Из Маленьких Библиотек И Со Своей Логикой Еще Конечно И Мы Будем Использовать Ее Для Того Чтобы Создавать Хранилище Итак Что Мы Будем Делать Как Я Сказал Home Вот Этот Вот Код Где Хранится Категории Вот Чисто Сегодня Вот Это Мы Сделаем Чтобы Это Не Юстейте Хранилось А Внутри Редакса Давай Попробуем Это Сделать Переходим Документацию И Первое Что Нам Говорят Первое Нам Говорят Установи Библиотеку Redux Toolkit И React Redux Мы Берем Этот Код Переходим В наше Приложение Открываем Терминал И Пишем Эту Команду Сейчас У нас Произойдет Установка Этих Двух Библиотек Супер Установились И Мы Можем Закрыть Терминал Все У нас Теперь Есть В Package JSON Видишь Библиотека React Redux И Библиотека Где у Нас Redux Toolkit Вот И тут Важное Примечание Перед тем Как я тебе Начну Рассказывать Про Redux И Типа React Redux Ты сейчас Наверное Не знаешь Что это Вот это Такое Давайте Я покажу Вот так И откроем React JS Документацию Тут Очень Очень Важное Примечание Что Вот это Вот Это отдельная Библиотека Это Называется React Это отдельная JavaScript Библиотека Вот эта Штука Это Это Тоже Отдельная Библиотека Это Называется React Redux Не путай Ее С Redux Или Redux Toolkit Сейчас Объясню Для того Чтобы Вот эта Библиотека У нее Свой код То есть React Отвечает Отвечает Чтобы Просто Отобразить Данные Он Просто В Redux Нет Глобального Хранилища В Redux Нет Какой-то Магии Которая Есть В Реакте Нет Глобального Хранилища Нет Магии Которая Есть В Redux И Тут Принцип Такой Что Мы Будем Теперь К Нашему Приложению Которое Написано На React Прикручивать Логику Redux То есть Их Дружить Но Чтобы Они Подружились Используется Библиотека Вот Эта React Redux То есть Используется Она И В ней Хранится Логика Которая Объединяет Идею React И Идею Redux То есть Там Написана Такой Код Который Позволяет Вот Эту Библиотеку Подружить С этой Библиотекой Вот Она Называется React Redux Вот Она А вот Эта Отдельная Библиотека И Вот Сам Наш React Тоже Отдельная Библиотека Это Важный Момент Который Тебе Стоит Знать Потому Что Когда Я Изучал Redux Я Путался С Кои Какими Вещами Когда Применял Сам Redux То есть Я не знал Мне Откуда Нужно Вытаскивать Или Из React Redux Или Самого Redux Там Некоторые Функции Скоро Поймешь Какие Вот Такая История И Тут Какая История Что Redux Можно Использовать Не только С React Его Вообще Куда Угодно Можно Применять Его Можно Применять На Angular Его Можно Применять На Vue JavaScript Без Библиотек Ну Чисто Просто Знаешь На JavaScript Можно На На JavaScript Обычный JavaScript Прикрутить Логику Redux То есть Redux Это Просто JavaScript Библиотека Она Не Завязана На React Она Самостоятельная Библиотека И Получается Мы Ее Должны Сейчас Подружить С React И Вот Она Нам Поможет Библиотека Ну Это Просто Чтобы Ты Знал На Будущее Хорошо Вот Мы Установили В Наш React Проект Две Библиотеки React Ну Redux Toolkit И React Redux Теперь Идем Дальше Это Чтоб Ты Понимал Просто Что Вот Это Такое Это Понятное Дело Что Сам Redux И Это Надо Было Понять Теперь Нам Говорят Вот Тут Будет Вот Такой Пример Кликай Вот Сюда Теперь Нам Говорят Создай У Себя В SRK App Store JS Но Мы Сделаем Не Так Смотри Что Мы Возьмем В нашем Проекте Создадим Папку Которая Будет Называться Redux И Тут У Нас Будут Крениться Все Файлы Связаны С Redux Нам Так Будет Удобно Для Этого Мы Делаем Следую Нам Говорят Создай Store JS Ок В папке Redux Создаем Store JS И Перекидываем Вот этот Вот Весь Код Вот Так Сохранить И давай проверим Работает Наше Приложение Или Нет Все Работает Идеально Пока Никаких Изменений В нашем Приложении Нет Видишь Это Сейчас Не Работает Через Redux Это До Сих Пор Написано На Ustate Вот Пока Еще Мы Ничего Не Поменяли Мы Просто Сейчас Создали Хранилище Redux Давай Проверим Что у Нас Store Это Переменная Видишь Конст Это Переменная Давай Проверим Что Навернет Store Сделано Так Сохранить Мы Сейчас Ничего Не Увидим Конечно Потому Что У Нас Давай Кстати Проверим Что Это За Ошибки Это У Нас Где то С ФГшки Вот Видишь У Нас Вот Тут Вот Так Надо Поменять Вот Так Надо Сделать И Тут Сделать Вот Так Чтоб Нам Не Мешали Эти Ошибки И Вот Тут Давай Тоже Поменяем Вот Так Перезагружаем Где Еще Он Ругается Где То Тут Раз Два И Энэйбл Бэкграунд Это У нас Ругается Непонятно Какой Это СВГшки Давай Проверим Какой Вот Вот У нас Теперь Нет Ошибок Хорошо И Какая История Какая История Мы В консоли Ничего Не получаем Видишь Ничего Нету Почему Потому Что Мы Вот Этот Код Нигде Тут Не Используем То есть В нашем Реакте В реакторском Приложении Мы не Используем Файл Store Давай Перейдем В index.js И Импортируем Его Импортируем Его И Вытащим Деструктуризацией Store Мы Можем И сделать Дефолтом Его Но Давай Оставим Вот Так Как В библиотеке Ну Как В документации Указано Делаем Вот Так Export Const И Чисто Экспортируем Только Вот Эту Одну Перемену И Для Этого Мы Пишем Фигурные Скобки Напомню Что Вот Так Уже Делать Нельзя Потому Что Если Я Делал Так У Меня Нет Дефолт Экспорт Дефолта У 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 Экспорт Вот И Теперь Я Могу Вытащить Чисто Саму Библиотеку Store Давай Проверим Как это Работает Мы Переходим В наш Браузер И Видим Что Есть Какой-то Объект Не Обращая Внимание На эту Ошибку Есть Какой-то Объект И Нам Консоль Вернула Теперь Объект Содержащий Себе Какие-то Непонятные Вещи Observable Какой-то Dispatch Какой-то Get State Live Lifted Store Я даже Не знаю Что это Такое Тебе Больше Скажу Наверное Там Какая-то Особенность Своя Которую Они Запилили Недавно Replace Reducer Subscribe И Вот Эти Вот Вещи Которые Вот Они Написаны Единственное Что Нам Нужно Из Этого Будет Знать Это Вот Эта Штука Все Вот Это Остальное Ты Можешь Не Изучать Ну Если Хочешь Сам Потом Сядь Изучай Но На Момент Разработки Нашей Пиццы Это Лишь Тебе Запутает Информацию Тем Что Ты Просто Будешь Сидеть И Думать А Нужно Ли Сабскрайб А Нужно Ли Мне Там Get State Нужно Ли Мне Делать Replace Reducer Или Absorable Использовать Если Тебе Сейчас Начну Объяснять Ты С этой Информации Будешь Дальше Изучать Урок И Думать А Нужно Ли Было Это Или Нет И Я Тебе Скажу Сразу Из Этого Всего Что Ты Сейчас Будешь Дальше Изучать Нам Нужно Только Вот Это Только Вот Это Только Dispatch И Вот Его Мы Будем Использовать Обычно В некоторых Курсах Рассказывают Про Это Все Как Работает Что Это Работает В нашем Курсе Такого Не Будет Тут У Нас Будет Чисто Только Самая Важная И Полезная Информация Которая Тебе Поможет Как Можно Быстрее Понять Redux Хорошо То есть Мы Поняли Что Переменная Store Это У Нас Redux Хранилище Вот Тут Хранится Хранится Вся Логика Связанная С Redux Toolkit Вот Тут Она Хранится В этом Объекте Понятно Как я сказал ранее Обязательно Всегда Когда Ты Вот Такие Вещи Импортируешь Проверь Что Вот Это Такое Проверь Что Вот Это Такое Посмотри Не Поленись Тебе Это Потом Поможет Намного Лучше Понять Что Ты Получаешь Что Ты Передаешь Что Ты Возвращаешь Идем И далее Далее Нам Говорят Теперь Ты Должен Обернуть Своё Приложение Логикой Redux Видишь Тут Сказано Вот Есть Компонент Provider Очень Кстати Нам Знакомая Вещь Помнишь Мы В контексте Делали Провайдер Это Кстати Тоже Связано С Контекстом Но Внутри Redux Ну React Redux Библиотеки Вот Эта Библиотека Позволяет Нам Сейчас JavaScript Объект Использовать На Все Наше Приложение Я Тебе Напомню Что Store Возвращает Redux Логику А Redux У нас Обычная JavaScript Библиотека Она Не Умеет Работать С React Она Не Знает Что Такое React И для Того Чтобы Redux И Вот Этот Store Подружить С Нашим React Мы Используем Библиотеку React Redux Благодаря Вот этой Библиотеке Мы Теперь С помощью Компонента Провайдера Обернем Наше Хранилище Помнишь Как Мы В контексте Делали App Context Точка Provider Передавали Value И Вали Передавали Там Какие-то State Это Очень Похоже Только Вот у Нас Без Контекста Сразу Provider Мы Передаем Store Хранилище Redux Все Теперь Все Наше Приложение Будет Знать О том Что У него Есть Логика Redux Давай Это Повторим Переходим В Index JS И Импортируем Из React Redux Даже Само Название За себя Говорит Что React Redux Совмещает Эти Две Штуки Дружит И Отсюда С помощью Деструктуризации Видишь Как Мы React Router Делаем Мы Вытаскиваем Provider Делаем Вот так То есть Мы Вытащили Сейчас Provider И Мы Сейчас Скажем Что Мы Хотим Обернуть Или Сам Browser Router Или Обернуть App.js Не Важно То есть Мы Можем Сделать Вот так Provider Сделать Или Вот так Или Сделать Вот так Как Тебе Хочется Вообще Никакой Разницы Нет Что Так Что Так Будет Работать Ну Давай Сделаем Вот так Хорошо Теперь Нам Говорят Передай Provider Store Который Ты Создал То есть Redux Хранилище Мы Передаем В Пробс Этого Компонента Этот Компонент Хранится В Библиотеке React Redux В В Этом Компоненте Написана Своя Логика Мы Даже Не Знаем Что Тут Написано Даже Не Надо Знать То есть Там Внутри Видишь Типа Много Разного Кода Мы Даже Можем Не Сдаваться Подробности Просто Знаешь Что Там Своя Логика И Он Просто Говорит Дай Мне Store Типа Он Говорит Дай Мне Из Библиотеки Джава Библиотеки Redux И Я Его Передам В React С Помощью Вот этого Компонента Сохраняем Смотрим Все Работает Точно Так Ж То есть Никаких Пока Проблем Нет Видишь Все Нормально Все Пока Окей Есть Одна Ошибка Но Не Обращай На Нее Пока Внимание Переходим Далее То есть Мы Сделали Первое Действие Создали Хранилище То есть Мы Сделали Redux Хранилище Мы Создали Оно Пока Пустое Видишь В нем Ничего Нету Потом Мы Сказали Хорошо Redux Библиотека Джаваскриптовская Создано Ну Хранилище Теперь Его Дружим С React Видишь Вот Мы Подружили Его С React Вот Мы Сделали Это Теперь У нас Redux И React Знают Друг о Друге Мы Их Подружили Идем Идем Идали Теперь Нам Говорят Создай Slice Что Такое Slice Это Что То Вроде Скажем Так Ну Представим Ситуацию Давай Пойдем Моё Менторство Представим Ситуацию Что У нас Ну Условно Говоря Мы Какие-нибудь Я не знаю Там Бизнесмены Какие-нибудь Предприниматели Я уже Начинаю Запинаться И нам Надо Сделать Так Чтобы У нас Было Там Условно Несколько Бизнес У нас Есть Один Бизнес Связан С Доставкой Другой Бизнес Связан С Магазинами Продуктами Третий Бизнес Я не знаю Связан Там С Продажей Каким Ну Не знаю Видеокарт Например Не важно Просто сходу Сейчас придумаю И У нас У нас Есть Первый Бизнес Связанный С Доставкой И вот Я тебе Показываю Без Программирования Как Выглядит Слайс Представь Слайс Что это Типа Склад То есть Это у нас Что-то Вроде Склада С Продуктами И С Работниками И В нашем Складе В нашем Слайсе Есть Какие-то Сотрудники И Они Делают Что-то Видишь Они Перетаскивают Коробки То есть Я попробовал Таким Вот Образом Нарисовать Чтобы Это было Как-то Более Менее Понятно Далее Мы Как React Ну Или Как Программисты Не важно Как будет Говорим Кладите Все Ink Коробки Deck Коробки Уносите То есть Ну Мы Называем Наши Коробки Ink И Deck Ну Вот Так Решили Мы их Назвать В нашем Складе Есть Коробки Ink И Есть Коробки Deck И Вот Один Сотрудник Берет Перекладывает Коробки Deck Там В другое Место Уходит Там Куда Нем Туда А Сотрудники Ink Начинают Эти Коробки Наоборот Класть Кладут То есть Они Выполняют Те Команды Которые Мы Даем То есть Действия Мы Говорим Действия Кладите Все Коробки Ink И Второе Действие Кладите Все Коробки Deck Уносите Точнее Все Коробки Deck Мы Даем Какое-то Действие Какую-то Команду Они Следуют Этой Команде Вот Так И Вот Написано Action То есть В английском Заке Action Это Действие То есть Мы Даем Действие Кладите И Уносите Хорошо И Slice Выполняет Вот Эту Логику То есть Внутри Слайса У нас будет Храниться Вот это Все Что я Объяснил То есть Тут Мы будем Говорить Кладите Уносите Меняйте Добавляйте Это будет Наш Один Склад То есть Вот он В этом Складе Своя Жизнь Своя История То есть У нас Может быть Склад Смотри Какой У нас Может быть Склад Пиц У нас Может быть Склад Корзины То есть Ну У нас Slice Пиц Есть Слайс Корзины Есть И Будет Слайс Фильтрации То есть Вот У нас Будет Вот так Называться Будет Первый Слайс Называться Пиццас Пицца Слайс Второй Будет Типа Карт Слайс Третий Будет Называться Кстати Вот так Сделаем Чтобы Красивее Было Третий Будет Называться Фильтр Слайс Почему Слайс Потому что Они так Решили Назвать Свои Типа Ну вот Эти вот Куски С логикой Которая будет Обрабатывать Наше хранилище То есть Ну типа Так Раньше Это называлось Редюсером Сейчас Это называется Слайсом Ну Уже Внутри Redux Toolkit Там Есть Тоже Редюсеры Есть Но Сейчас Уже Намного Легче Использовать Просто Слайсы Они Прям Очень Удобные И Мы будем Использовать Три Склада Первый Склад Будет Хранить Только Пиццы И всю Логику Связанную Спицами Второй Склад Будет Хранить Логику Корзины Третий Склад Будет Хранить Логику Фильтрации То есть У нас Получается Приложение Фильтрации Хранит Вот Это Корзина Вот Вот Это Кстати Тут Стрелочки Есть Раз Два Слайс Хранит Вот Это Вот Ну Карта Слайс Потому что Это Корзина А Пиццы Вот Они То есть Логика Связанная С Фильтрацией Вот Логика Связанная С Корзиной Вот И у нас Будет Отдельная Страница Где Будет Корзина Мы Помним Они И Будет Пиццы Вот Они То есть Мы В трех Складах Будем Хранить Три Разной Информации Вот Такой Вот Важный Момент То есть Мы Будем Сейчас Наше Большое Приложение Большую Логику Разделять На Маленькие Кусочки И Нам Так Нам Легче Будет Изучать Наш Код Масштабировать Его И При Необходимости Если Мы Захотим Поменять Корзину Мы Сможем Пойти Только В определенный Кусок Кода И Там Произвести Изменения Нам Не Придется В целом App.js Менять Все Подряд Окей Теперь Мы Идем Далее Мы Теперь Смотрим Что Нам Говорит Документация Она Говорит Создай Файл Counter Slice Типа Слайс Счетчика Ну Склад Счетчика Ну Я Называю Склад Чтобы Тебе Было Понятно На самом Деле Это Типа Слайс Типа Хранилище Назовем Я не знаю Как-нибудь Так И Мы Попробуем Сделать Такое Но Не Counter Мы Сделаем А Сделаем Мы Давай Попробуем Сделать Фильтрацию Сделаем Фильтрацию Мы Возьмем Вот Весь Код Переходим В папку Redux И Давай Тут Создадим Папку Slices Ну Пусть У нас У нас Будут Три Слайса В Нем Мы Будем Хранить Этих Три Склада И Мы Создаем Первый Склад Назовем Его Filter Slice JS У У нас Будет Не Counter Slice А Filter Slice Давай Уберу Весь Лишний Код Чтоб Он Не Мешал И Давай Изучать Его Сейчас Попробуем Поднять Что Тут Происходит Тут Говорится Что Какой-то Create Slice Ну Наверное Само Слово За себя Говорит Создай Slice То есть Вот Эта Вот Функция В Эту Перемену Нам Создаст Типа Склад Определенный Склад Который Будет Хранить В себе Какие-то Настройки Это Будет Название Склада Оно Будет Называться У нас Фильтр То есть Мы Не Будем писать Фильтр Slice Зачем Смысл Мы Сделаем Вот Фильтр Но Переменная Будет Называться Фильтр Slice Вот Так Чтобы Мы Знали В будущем Что Вот Эта Переменная Называется Фильтр Slice И Только Ее Использовали Там Где Надо Настройках Мы Пишем Что Это Фильтр Далее Тут Есть Initial State Что Это Такое На самом деле Это Вот Так Выгодит В Джатаскрипте Мы Говорим Что Ну Смотри В Любом U-State Любом U-State Есть Initial State Первое Состояние Инициализируемое Состояние Это Вот Это Вот Оно И Его Initial State Видишь У Хока U-State Это Пустая Строчка Мы В нашем Slice Сейчас Скажем Что Initial State У нас В Попробуем Давай Попробуем Чисто для Эксперимента Сделать Все же Счетчик Может быть Так Будет Намного Понятнее А потом Мы Сделаем Его На Фильтрацию Давай Сделаем Так Ну Все же Попробуем Чтоб Тебе Было Понятнее Сделаем Вот Таким Вот Образом Сохраним Сохраним И Вот Оставим Логику Смотрим Далее Нам Говорят Что Первое Состояние У Нашего Слайса Будет Value 0 Ну То есть Счетчик Будет Сожрать Value 0 Мы Можем Сделать Тут Что Угодно Смотри Это Не Обязательно Должно Быть Value Мы Можем Сделать Типа Сказать Count Как Угодно То есть Тут У нас Будет Храниться Все Наше Состояние Мы Можем Тут Написать Еще Не Знаю Там Ну Пусть Будет Name Тут Пусть Будет Full Value 0 И Мы Говорим Сделай Три Функции Первая Функция Называется Increment Вторая Функция Называется Decrement Третья Функция Называется Increment By Amount Давай Посмотрим Что Они Делают Первая Функция Говорит Мой State Вот Это Что Такое State Это У нас Наше Состояние Вот Этого Слайса То Это Вот Этого Перемена Которая Возвращает Нам Hook Но Только Это У нас В Redux Вот Эта Вот Функция Когда Она Вызовется Она Скажет Вот Мой State И В Нем Хранится Value Видишь То Есть Вот Это Вот State Value Вот Он Хранится И Мы Говорим Увеличь Его На Плюс Один То Мы Пишем Обычный JavaScript То Вот Мы Можем Как Угодно Зел Мы Можем Вот Так Сдел State Value Если Хочешь Мы Можем Вообще Сделать Вот Так Типа Не Важно Мы Просто Меняем Значение Вот Мы Говорим State Value Сделай На Плюс Один Если Будет Функция Decrement То Уменьшение То Мы Будем Уменьшать Его На Минус Один И Вот Стоите Мы Ищем Value И Меняем Давай Сделаем Не Value Чтобы Наше Было Сдел Count Тогда Везде Мы Меняем На Count 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 Сохранить Пока Вот Это Не Изучаем Давай Пока Не Трогаем Идем Ниже Ниже У нас Есть Экспортирование Каких То Констант То Похожие Смотри Мы Вот Берем Деструктуризируем Точнее Деструктурируем Массив Из Двух Значений Мы Вытаскиваем Из Массива Два Значения И Мы Вот Тут Тоже Самое Делаем Видишь Деструктуризация Мы Вытаскиваем Что-то У Них В этой Логике Используется Export Конст Вот Как Это Сделано У Нас Мы Тоже Будем Экспортировать Вот Это Вот Все То То есть Мы Будем Вытаскивать Из Вот Этого Объекта То есть Counter Слайс Вот Эта Штука Нам Вернет Все Экшены То Она Скажет Попробуем Сейчас Не вдаваться Подробности Вот Это Вот Всего Просто Попробуем Повторить Что Горит Документация Ок Далее Нам Говорят В своем Файле Store.js Сделай Вот Такой Импорт И Его Передай В Редюсер Ок Ладно Переходим В Store Где У нас Вот Store И Тут Указываем Что Мы Хотим Вытащить Counter Reducer Только Смотри У нас Нету Features Counter У нас Это Вот Так Slices И Filter Slice И Мы Теперь Вытаскиваем По Молчанию Из Этого Файла Filter Slice Ну Хотя Он Должен Будь Counter Slice Ну Давай Вот Так Оставим Пока Мы Вытаскиваем По Молчанию Видишь Export Default Вот Эту Вот Функцию Reducer Это Функция И Ее Мы Передаем Теперь Как указано Документации Вот Сюда Видишь То есть Тоже Объект Тоже Объект Только Тут Написано Counter Тогда Мы Зелаем Так Counter То есть Вот Мы Назвали Как Это Наше Состояние И Вот Вся Логика Которая Будет Менять Это Состояние Вот Этот Counter Она Будет Храниться Тут Идем Далее Теперь Нам Говорят Все Ты Сделал В принципе Свою Reducs Хранилище Теперь Пойдем Ниже И нам Говорят В компоненте Counter В своем Счетчике Ну React В компоненте Сделай Две вещи Используй Use 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 Dispatch Давай Мы Не будем Тоже Вдаваться Подробности Просто Пойдем Ну Например Вот Сюда В Web Джейс Сделаем Это Все Мы Скажем Что Мы Хотим Вытащить Два Новых Хука Эти Хуки Видишь Use Selector Use Dispatch Они Не Берутся Из Библиотеки React Они Берутся Из Библиотеки React Redux То есть Вот Эти Два Хука Теперь Будут Дружиться И С Компонентом Нашим App С Помощью Библиотеки React И Библиотеки Redux То есть Теперь Они Будут Знать Что Есть У них Внутри Логика Redux И Давай Посмотрим Далее Нам Говорят Возьми Вот Это Вот Все Перенеси Вот Сюда Я Потом Это Объясню Хорошо Теперь Мы Делаем State Counter Value У нас Тут Был Account То есть Мы Тогда Делаем Тут Не Value А Account Хорошо Теперь Нам Говорят Возьми Вот Этот Вот JSX Code Давай Возьмем И Передай Куда Нибудь Вот Сюда Давай Закомментируем Что Это Нам Пока Не Мозолило Глаза Чисто Пусть Будет Счетчик И Посмотрим Наше Приложение Increment Decrement А Кстати Я не импортировал Видишь Две функции Мы их Сейчас импортируем Давай Где нибудь Рядом Вот так Только Мы их Вытаскиваем Ну Эти функции Видишь Они где хранятся Вот они Они хранятся В этом файле Мы их Оттуда И вытаскиваем Redux Slices И Filter Slice Вот Сохранить Переходим Наше приложение И смотрим Все работает Точно так же Как если бы Я сделал бы Типа UseState Да То есть Ну По факту Я бы мог бы тут Завязать просто UseState И вот Ну Создать Очень простой счетчик И да Это верно И с другой стороны Ну Извини Это просто пример Типа Просто пример счетчика Но Он реализован Не через UseState Нам говорят Он реализован Через Redux И возможно Сейчас тебе это может Показаться слишком сложным Для счетчика То есть для счетчика Это слишком сложная логика Но Если у нас будет Большое приложение Где авторизация будет Информация о пользователе Корзина Список продуктов Там Комментарии Еще что-то То тогда Конечно же Slice Будет нам нужен То есть Ну Мы не будем просто Менять плюс-минус Там счетчик Мы будем хранить Там Условно продукты Сортировать их Там Удалять Добавлять И вот это все Нужно будет писать тут Теперь давай разберемся с тем Что мы сделали Перед тем как Ну В следующем уроке Я уже буду там Использовать Ну давай сделаем так В этом уроке Я тебе расскажу про то Как мы счетчик создали На Redux В следующем уроке Мы уже будем там Фильтрацию делать И сортировку И может быть что-нибудь еще Давай проверим сейчас Счетчик Вот он Что мы сделали Мы сказали Что У нас Есть Счетчик Но для начала Мы создали хранилище Чтоб ты понимал У нас может быть Множество хранилищ То есть много разных хранилищ Может быть Counter Может быть что-то Может быть еще что-то Еще что-то И разного У них Reduxer Могут быть Ну Чтоб ты понимал Но у нас пока Только один счетчик Ну точнее у нас пока Один Reduxer Вот он Counter Reduxer И в нем Мы говорим Что у нас есть Первое состояние Которое вот только У нас UState Когда создается Мы же делаем первое состояние То же самое в Reduxer Мы создаем InitialState Говорим что это наше Первое состояние Тут мы что угодно Можем писать И сколько угодно Свойств Не важно каких Любые Которые нам потребуются У нас есть count И мы создаем далее Логику Которую будет Обрабатывать Наш state Называем ее CounterSlice Ну она Как бы объясняет нам Что это Счетчик Slice Типа логика Reduxer И для того чтобы Сделать Slice Мы создаем его С помощью вот этой функции Эту функцию Мы берем из библиотеки Redux Toolkit Вот видишь Мы и создаем Хранилище Мы тут же Используем Из той же библиотеки Видишь Из той же библиотеки Функцию Создания Slice Там не надо Вдаваться подробностей Там своя логика Она от нас требует Чтобы мы ей Передали объект Со свойством Названия Нашего Slice Первое состояние Вот оно И какие будут Методы Которые будут Менять наше состояние У нас будет метод Increment Увеличение счетчика Вот он Decrement И increment И increment By amount Ну это вот эта вот функция Она просто Меняет счетчик И мы в него Можем передавать Там какое-то Определенное значение Не плюс-минус один А там 15 Например передать Ну или что-нибудь еще Не важно Ну это как пример Показывается Далее Далее мы говорим Вытащи Из вот этого вот Объекта Давай посмотрим Что в нем Смотри Сделаем его так Count to Slice И возьмем И возьмем вот эту И возьмем Вот эту Все проверим Мы видим Что нам вернулась Консоль Вот Которая состоит Из первого объекта Вот один объект Вот второй объект И вот какая-то функция То есть Если сейчас я уберу Вот это вот все И проверю редюсер Видишь Мне вернулась функция Функция редюсер И она выполняет Логику Которую нам даже Не надо понимать Какую То есть она просто Редюсер Который будет Выполнять логику Обработки Всего нашего стейта То есть Грубо говоря Она вот делает Вот это вот Тут она вот и возьмет И за нас там Типа Да кое-что докрутит Кое-что там доделает И нам просто остается Использовать Три метода Вот таких вот И она внутри себя Вот этого функция Будет делать Обработку этого стейта Его увеличивать Уменьшать Там Не важно что делать То есть вот эта функция У нас отвечает За изменение стейта Это называется редюсер Далее Далее есть экшены Экшены Это действия Помнишь Я тебе говорил Про экшены Которые вот Экшен Измени Каунт Ну типа Инкремент То есть Инк Или Декремент Типа унеси коробки Или добавь коробки И вот Коробку Инкремент А декремент Унеси Это две разные команды И он скажет Хорошо я сначала Выполню Инкремент А потом Выполню Декремент И это две разные команды Раз команда Два команда Вот она Вот она И вот Вот эти все команды Тут описаны Команда Положи Команда Унеси И команда Там Положи Сколько Ты коробок Вот И все эти команды Хранятся у нас Внутри Вот этой штуки Видишь Вот Нам вернулся Объект То есть Не вернулся Весь state Ну Весь slice Вернулся чисто Вот Именно вот этот вот Объект Который содержит Тебе три функции Decrement Increment И increment By amount Если я сделаю сейчас Тест И укажу тут Что мне нужно сделать State Ну взять мой state И сделать state Count 555 Видишь Теперь у меня будет Объект содержать себе Три Точнее четыре метода И мой тест Теперь я могу пойти в App.js Отсюда вытащить Test Но только я должен пойти еще Сюда И тут написать Test Потому что я если его импортирую Я его должен и экспортировать Уже куда хочу То есть это такая вот Вот такой вот способ Экспортирования есть еще Но это уже особенности JavaScript Это не React Особенность JavaScript Есть 6 Там и выше Хорошо Далее Теперь я беру Test И вместо того Чтобы сделать Increment Я передаю Test В Dispatch Давай проверим Видишь Было 0 Теперь 555 Если я захочу Я сейчас могу сделать так Что будет Плюс Плюс 555 В будущем Захочу этот метод Использовать Где-то в компонентах Я его должен Экспортировать То есть я же должен Сделать так Чтобы я в любом Компоненте мог Вызывать этот метод Для этого я говорю Из этого объекта С помощью Деструктуризации Вытащи Все вот эти вот Функции Которые вот у меня Описаны И сделай их Экспортируемыми То есть они теперь будут Экспортироваться Если я сделаю вот так Видишь Мы не можем Импортировать тест Потому что он Не экспортировался Теперь я делаю вот так Все Все работает То есть я теперь Вытащил Из объекта Все методы И их сразу же Экспортирую На будущее И вот Я делаю по умолчанию И экспорт Редюсера То есть по умолчанию Ну тут уже хранится Своя логика там Которая будет обрабатывать Вот это вот все Хорошо Ну и давай проверим Как выглядит сам Слайс Перезагружаем И видим Что тут есть Знакомые нам Экшены Тут есть Вот он наш Редюсер Видишь Вот он Далее есть Какой-то Кейс редюсер Можно даже Пока его не изучать Что у нас еще тут есть Get initial state Есть Это тоже можно В принципе Пока не изучать Самое главное Что тут нам нужно Нужно знать Это редюсер Экшенс И в принципе все Ну из этого объекта Целого слайса То есть Create slice Нам вернул Вот такой вот Целый объект Из него мы вытащили Все наши Методы И функцию Которая будет Менять нам Наше хранилище Ну и конкретно Именно Counter Вот Далее Далее Мы перешли В наше хранилище И импортировали Именно Редюсер Видишь Он у нас Редюсер Экспортируется По умолчанию И я не пишу Вот так Вот таким вот образом То есть я не делал Вот так вот Это неправильно И я теперь говорю Укажи По умолчанию Что будет Вот эта вот функция Но Называть ее При импортировании Я могу как угодно Смотри Все работает так же То есть Называть могу Как угодно Но я назову ее Чтобы мне было понятно Что это Counter Reducer Вот Если я хочу Я могу отсюда Сейчас вытащить Там Инкремент Видишь Ну Отдельная деструктуризация Но это не надо делать Тут Вот Теперь я сказал Что Redux toolkit У тебя будет Редюсер Который будет Называться Counter Reducer Если я сделаю Вот так То У меня будет Называться Reduxer Как и Самого названия Перемена То есть Смотри В JavaScript Мы можем сделать Вот смотри Каким образом Const Test 1 И сделать Const Hello 555 И если я хочу Сейчас создать Объект Я бы написал Вот так Const Два Я сделала так Const Object 1 И в него Если бы Захотел Было Такие Значения Передать Я бы написал Тест 1 Ну или Вот так Тест Потому что Это одно и то же Значение Потом Hello Hello Ну то есть Я сказал Что есть свойство Test И в нем И в нем Будет переменная Которая Будет хранить Значение 1 Hello С переменной Значением 555 Вот Видим Что Object 1 Вернул Вот это То же Сам Ну а теперь Смотри Я могу Создать Точно Такой Такой Объект Но Не повторять То же Самое Смотри Как Object 2 И вместо Того Чтобы Передавать Test Я передаю Вот так То есть Если мне Нужно Чтобы в Объекте Название Свойства Было Таким же Как название Переменной Я пишу Просто название Переменной И JavaScript Умеет Название Переменной Создать Как название Свойства Видишь То есть Я передал Название Переменных Вот они А мне Вернулся Типа Объект С названием Этих Переменных Но в виде Свойств В этом Объекте Вот так И я могу Теперь Если хочу Назвать Как-то Определенным Образом Свою Переменную В моем Хранилище Просто Counter Или могу Назвать Ее Вот так Если Сделать Так То У меня И свойства И само Значение Будет Вот таким Чтоб Ты понимал Ну вот так Мы оставим Так Вот Мы сделали Первый Reducer Вот он Теперь Мы пошли В Web.js И в Web.js Смотри Что я сделал Давай Вернем Чтобы У нас Целый Код В Web.js Я сказал Чтобы Сейчас Было Понятно Импортируй Два Хука Первый Хук Отвечает За Вытаскивание Данных Из Хранилища Это Что-то Вроде Use Context То есть Use Selector Не прям Строго Равно Use Context А типа Ну Типа Равно Типа Похоже Похоже То есть Это вытаскивает Данные И вот это Умеет Вытаскивать Данные Далее Я использую Хук Use Dispatch Use Dispatch Это Специальный Хук Который Говорит Сделай Что-то То есть Мы же умеем Менять Что-то И мы Специально Отправляем Команды Да То есть Вот у нас Команда Сделай Что-то Сделай Что-то То есть Измени Уменьши Увеличи Или там Сделай 555 Например Вот у нас Действия Экшены И мы Говорим Что эти Экшены Нужно Вызвать Но нельзя Вот так Сделать Смотри Нельзя Просто взять И вызвать Наш Тест Или вызвать Наш Decrement Это Неправильно В редаксе Потому что Видишь Ты скажешь Почему То есть Почему это не работает Давай проверим Что нам вернет Тест Давай уберем Берем отсюда Console.log И проверим Что вернет В Web.js Функция Тест Она вернула Payload И Type Видишь То есть Она передает Объект И вот этот Вот Объект Мы уже будем Передавать В Dispatch То есть Мы его будем Отдавать В Dispatch И тут Дело в том Что Dispatch Смотри Видишь Вот эту вот штуку Она должна Получить То есть UseDispatch Вернет нам Функцию Вот Console.log Dispatch Проверим Что вернет Dispatch Чтобы мы сразу Понимали Что это Функция Вот видишь Написано Ф Функция И Dispatch Должен Получить Вот такой Вот объект Не важно Что тут будет Каково тип Не имеет значения Это может быть Counter Test Это может быть Counter Increment Смотри Вот Это может быть Counter Increment Это может быть Там Что угодно Видишь Он за нас Создал Объект И мы Этот объект Должны Передать Не просто Сюда А в Dispatch То есть Мы говорим Dispatch Передай В Redux Вот этот Вот объект Нам даже Не надо Сейчас Особо Вдаваться Подробности Что это За объект Пока Не будем Потому что В принципе У нас Есть Функция Которая Нам позволяет Это сделать За нас То есть Объект Передать Нам просто Нужно Вызвать Функцию И вот Теперь я делаю То же самое Но передаю Вот таким Вот образом Вот Теперь все Работает Видишь То есть Уменьшается Увеличивается Все прекрасно Потому что Теперь Объект Передается В Dispatch И уже Dispatch У себя Внутри Тут Делает всю Магию Вытаскивает Этот объект И там Ну Мы уже с ним Что-то делаем По нему Мы уже понимаем Что именно Производить Что именно Как менять Вот такая Вот история На самом деле На самом деле Redux Toolkit Redux Toolkit Намного Проще Чем просто Библиотека Redux Вот это Есть Redux А есть Redux Toolkit Вот это Старая версия То есть Уже многие Компании Уходят С Redux И начинают Юзать Вот это Redux Toolkit Потому что Он интуитивно Понятней Тут Не нужно Многие вещи Типа Самому Писать Он за нас Позволяет Типа Какие вещи Дописывать Если ты впервые Вообще Сейчас изучаешь Redux То ты Наверное Не сможешь Понять Разницу Ты Ну Очевидно Ты Не поймешь Что лучше Что хуже Но давай Покажу пример Переходим В Redux И тут Находим Вот Смотри Вот В старой версии В старой версии У нас Где Вот В старой версии У нас Reduxer Выглядит Вот так То есть Мы должны Сделать Switch Потом Case Потом Сами написать Вот этого действия Потом Сделать Return И строго Вернуть Определенный Объект И это Не очень Удобно Это Не очень Удобно Так делать И плюс Ко всему Смотри Как нам Dispatch Нужно Мы прям Вшивать Должны Объект И по-любому Он должен Вот так Вот Передаваться А в Redux Луките Так делать Не надо В Redux Луките Ты просто Смотри Что делаешь Ты Знакомые Тебе Функции Используешь Видишь Тут тоже есть Increment Decrement Они тут В виде Обычных функций И тут не нужно Делать Return Тут не нужно Передавать Что-то Смотри Видишь Как удобно Просто Изменил Как в JavaScript Просто переменную И она Сама Там Внутри Меняется Как надо Вот А тут Это Прям Видишь Нужно Придавать Return То есть Тут Немножко Не очень Красиво И Исходя Из моего Опыта Могу Сказать Что Если сравнивать Библиотеку Redux Toolkit И если сравнивать Redux Если эти две библиотеки сравнить Это старая версия Это новая версия То Намного Легче Использовать И понять Redux Toolkit Это мое мнение Потому что В нем Намного меньше Вещей приходится делать Намного меньше Приходится повторений делать Ну Скоро ты поймешь Каких Вот такая вот история Вот Вот такое вот приложение Мы сейчас смогли сделать С помощью Redux Ну и вот Это я потом Попозже объясню Вот Вот такое приложение Мы смогли сделать С помощью Redux И потом мы уже будем Все дальше докручивать Вот так вот Твоя задача Наверное Это Когда ты посмотришь Сейчас полностью этот урок Пойти И самому Попробовать Повторить точно так же Как есть документация Именно в Redux Toolkit Тот вот Затевку И самому Попробовать Все это сделать Попробовать Передать Инкремент Попробуй Знаешь даже Как сделать Не счетчик создать Ну Например Попробуй создать Список задач Ну Условно говоря Это как пример Привожу Очень-очень простой Или попробуй Сделать Я не знаю Там Калькулятор Например Почему бы нет Ну Чисто для эксперимента Сам Сам Попробуй Сделать И когда Ты поймешь Более-менее Потыкаешь Более-менее Поюзаешь А потом Переходи сюда Или же Если хочешь Можешь уже Начать делать Фильтрацию Даже Не дождавшись Меня Но в следующем уроке Мы уже будем делать Фильтрацию на Redux И объяснять Кое-какие Важные моменты По Redux На этом Принципе Все